Позготовка Сбор мы начали чуть пораньше, потому что у нас, вы знаете, согласно европейскому регламенту, у нас федерация отпускает только, клубы отпускают только сборников за три дня. Я согласна. Вот у нас 21-я игра, 20-го, 19-го, вот они 18-го только могут привыкнуть. Ну, у нас, в принципе, девочки, кто посвободен, они приезжают, клубы их отпускают, поэтому мы на два дня, ну, 15-16-го у нас рациональный день, сегодня особенный день приезда, сейчас девочки потянутся, вот, и начнем тогда работать. По составу. То, что на сегодняшний день в Украине, на семейшее, вот это сегодня собрано. Тальмила Силонога, которая в последнее время прогрессирует, и даже в товарищеских, и в этих играх она играет. Вот. И еще травму получила пропеливная вратарь Гладун. Вот. Мы срочно делали замену и взяли, пригласили Александра Крепс, она играет в словацком клубе, вот, и мы ее пригласили. Сейчас у нас мы восстанавливаемся, Савчин полтора года восстанавливается, она сейчас немножко уже в форму, ну, в клубе она играет неплохо, но для того, чтобы наиграться, ей надо, конечно, практиков сбора. Ну, все равно, это молодой, высокорослый игрок, вот, я думаю, что она, да. Ну, и восстановилась сейчас, после, пригласили Андричук, Юлю, тоже, ну, немножко конкуренция. Сейчас у нас 18 человек, естественно, в состав будет попасть, попадает 16. Поэтому, да. Ну, еще плюс, еще, я сказал, что Гладун травмирована, Елона. Где-то вот 20 человек, как я и планировал, где-то определились состав 20-22 человек и работает лишних, для того, чтобы, ну, не терять время, потому что у нас и так оно в обрез. Каждая тренировка, каждое занятие, видите, завтра приедет Снопова Юля, которая там играет в чемпионате турецком, она тоже там очень много проходила курсы лечения, вот. Ну, сейчас сказала, что вроде завтра приедем, посмотрим, в каком она состоянии. Вот примерно такой кадровый состав у нас на сегодняшний день есть, вот. Ну, и наши ветераны, Тимошенкова будет, вот, которая предана украинскому гандболу, и только звонит, она говорит, я уже боялась, что у меня звонка не будет. Вот, я говорю, дико, все будет нормально, главное это. Ну, это традиции, такие игроки опытные, они всегда нужны, и они всегда выручают команду. На сегодняшний день все здоровы, вот, я со всеми был на связи, все девочки с желанием хотят приехать, поиграть, мы, собственно, давно уже не виделись, ну, давно уже с октября месяца, с ноября месяца не виделись, вот, это впервые сбор проводим, по-другому не получается по календарю, потому что они тоже очень много играют в клубах, у меня мысли нет, что мы можем проиграть. Вот с таким настроем я и команду, и девочек настраиваю, для того, чтобы обязательно у нас был результат, положительный результат, вот. Ну, немножко то, что раньше было, немножко как-то гандбол развивается после каждого чемпиона мира Европы, есть какие-то новинки, видите, что и многие страны занимаются, начали серьезно заниматься, европейские. Швейцария тоже занимается? Я думаю, да. Ну, видите, даже поменяли тренера, потому что они две игры проиграли, хотя проиграли и хорватам, и норвегам. Все равно они, видите, значит, большое желание их тоже развиваться, добиваться результата. Поэтому где-то сегодня команд 20 в Европе, те, которые играют на каком-то хорошем уровне. И каждую команду нельзя сбрасывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!